Сегодня состоялось очередное заседание арбитражного суда Новосибирской области, в котором индивидуальный предприниматель отвечает по иску администрации города в части оспаривания его прав на объекты, которые находятся на берегу Бердского залива. 3 ноября 2023 года состоялось очередное заседание в Новосибирском арбитражном суде по иску администрации города Бердска о признании отсутствующим права собственности на объекты, возведенные находящиеся ранее в аренде у предпринимателя Александра Илющенко в участке городской набережной в районе улицы Попова. В этот раз в суде присутствовали только юристы. Не было ни Александра Илющенко, ни официальных представителей Совета депутатов города Бердска. Сегодня в течение получаса основное обсуждение шло вокруг привлечения к судебному процессу в качестве третьего лица пансионата «Лесная сказка». Ответчик представил суде ряд договоров, в том числе датированных 2023 годом между ИП Илющенко и пансионатом, что пансионат оплачивает услуги по предоставлению объектов на спорной территории и задействует их под свои нужды. Юрист ИП Илющенко Елена Маркина заявила, что спорные участки нужны для организации досуга посетителей пансионата «Лесная сказка». Добавил, что данные объекты недвижимости строились изначально для расширения области деятельности и оказания услуг пансионата. Фактически, этим заявлением она подтвердила существующую версию, что Александр Илющенко и не думал о возведении городской набережной и передаче ее городу, а рассматривал и рассматривает эту территорию на берегу как свои владения. Юрист администрации Бердска Оксана Ковтун высказал возражение о привлечении третьим лицом в суде «Лесной сказки», пояснив, что нет никакой прямой связи между пансионатом и спорной территорией. Представитель суде прокуратуры области Виктория Эртель попросила уточнить, есть ли по представленным договорам фактическая деятельность, на что получила от Елены Маркиной однозначный ответ «Да, конечно». Уточнив далее, что и оплата по данным договорам осуществляется. Далее прокурор отметила, что решением арбитражного суда 18 апреля 1923 года Илющенко была отказана в признании права собственности на спорные объекты. При этом 24 апреля Илющенко через управление Росреестр зарегистрировал права на объекты. Действие недобросовестного входа статьи 10 гражданцева Кодекса Российской Федерации Илющенко через управление Росреестр зарегистрировал право на вспомогательные объекты, которые являются предметом настоящего спора. В связи с недобросовестным поведением стороны при удовлетворении ходатайства о привлечении третьего лица в пансионат лесная сказка, мы просим, уважаемый суд, запросить выписки с расчетных счетов Илющенко и лесная сказка за период 26 апреля 2023 года, чтобы подтвердить, что действительно ход оборот денежных средств, который указан, это 800 тысяч ежемесячно и 150 тысяч ежемесячно, поступали на расчетные счета и, соответственно, списывались с расчетных счетов, чтобы подтвердить фактические отношения между арендодателем и арендатором. Попытка ответчика заменить выписки по счетам предложением платежных поручений разбилась об аргумент прокуратуры, что в платежном поручении будет сложно понять, что оно совершено именно в рамках договорных отношений. Фактически на этом и завершилось судебное заседание 3 ноября. Суд принял решение привлечь в качестве третьего лица пансионат лесная сказка. Следующее заседание должно пройти в первой декаде декабря.